Здравствуйте! В студии Ольга Уланова. Вы смотрите программу специалиста о первичке. Тесное соседство Петербурга и Ленинградской области в последние годы привело к тому, что на пограничных территориях области фактически начал расти новый город. Он состоит из множества небольших городов-спутников, которые постепенно разрастаются, охватывая город плотным кольцом. Что и где строят? Успевает ли за строительством домов транспортная и социальная инфраструктура? Как меняются спросы цены на жилье? Мы поговорим в ближайших выпусках с руководителем консалтингового центра Петербургской недвижимости Ольгой Трошевой. Добрый день! Не секрет, что строительство жилья эконом-класса сегодня постепенно смещается в Ленинградскую область. Вот в чем, на ваш взгляд, причины? Да, действительно, в последнее время объем строительства за последние пару-тройку лет значительно вырос в Ленинградской области, особенно, конечно, в пригородной части вблизи города Санкт-Петербурга. И, в частности, Всеволожский район является таким локомотивом. Ну, а основные причины, безусловно, это движение от центра Санкт-Петербурга к спальным районам и стали застроиться активно спальные районы города. Это в некоторых локациях уже были практически застроены территории, и застройщики постепенно начали рассматривать и территорию области. Сначала это были какие-то точечные объекты, всегда, конечно, безусловно, в Ленинградскую область строилось жилье, но вот основные объемы появились, когда крупные застройщики, в том числе вот в Кудрово, да, начали развиваться массивы большие, да, комплексное освоение. Вот сейчас это в Кудрово, в Мурино, мы видим на юге сейчас, вот в последний год уже подключились территории. И это вот некий драйвер, да, области объемов тех, которые сейчас уже, это уже свыше 2,5-2,7 миллионов в стройке, строится жилье и продается на сегодня. А насколько вообще эти объемы за последние годы выросли? Вы знаете, ну, основной рост, он наблюдался в период последних, наверное, трех лет, это там с 12, 12, 13, вот сейчас уже 14 год, основные объемы строительства, увеличение значительно демонстрировали. И сейчас это уже, вот как я назвала, в пригрынной только части. То, что строится и в продаже, это порядка 2,7 миллионов. Но если вернуться к несколько лет назад, это было меньше миллиона, да, объемов. То есть вот практически за несколько лет в двукратное там и более увеличение объемов. Можно как-то сравнить Петербург и Ленинградскую область? Сколько строится жилья эконом-класса в городе и в области? Ну, на сегодня я, наверное, больше отмечу, что все-таки речь идет о пригородной части, потому что в области есть и удаленные районы, но они как бы в меньшей доле присутствуют на рынке. Речь идет о пригородной части. И вот на пригородную часть приходится порядка 38% сегодня класса масс-маркет, да, то есть если делится между городом и областью, пригородной частью, то вот порядка 38%. Опять же, эта доля значительно выросла в последние годы. То есть это буквально нарастание на 10% каждый год, да, там 10-5% и вот такое постепенное увеличение уже до такой доли. Но вот эта тенденция к тому, что постепенно все-таки все больше жилья строится в Ленинградской области, прежде всего, конечно, ближайшие районы, и то, что там прежде всего строится жилье эконом-класса, она сохранится в ближайшие годы или может что-то поменяться? Нет, конечно, сохранится, потому что мы сейчас видим основные территории, которые представляют объем значительный, еще раз повторюсь, да, вот зона Кудрово, где сейчас уже ряд застройщиков представляют территорию, зона Мурино, где еще в перспективе большие объемы, то есть комплексы, которые начаты строительство, еще предполагают возведение большого объема жилья, планируется возведение там социальных объектов, и еще на определенное количество лет эти зоны только будут большой объем представлять. Есть еще и перспективные территории, которые в ближайшее время, в этом году, да, запускаются, такие как Янина, Сердолова, поэтому объем будет увеличиваться, и это перспективные территории, которые рядом с городом, наряду с городскими территориями, они пользуются спросом объектов на этих территориях, в некоторых случаях имеют преимущество по цене, например. Если говорить о схемах строительства, то в области это больше долевое по 214 или это же СК? Ну, в последние годы все застройщики двигались в эту сторону перехода на 214, и большая доля, ну, на мой взгляд, процентов больше 80, наверное, все-таки это 214. Есть компании, и даже крупные застройщики, которые строят по ЖСК, но какие-то точечные объекты, ну, возможно, малоэтажные объекты, застройщики, которые вывели один-два объекта, вот я посмотрела, вот окружение, да, ближайшее, то есть это все-таки 214, так как крупные застройщики сейчас вышли на рынок пригородной части, а многие практикуют только строительство по данному. Если говорить о покупателях, то, наверное, есть какие-то критерии при выборе жилья. Вы можете какую-то картину составить для себя? Что предпочитают, на что обращают внимание в первую очередь, и вообще, как изменились предпочтения? Ну, я отмечу, что в последние, действительно, годы доля спроса на жилье в пригородной части, она значительно увеличилась, как и объем предложения. Соответственно, уже в спросе это процентов свыше 30 процентов. Продаж приходится на пригородной территории. Основной плюс — это ряд территорий. Это представляют собой комплексные освоения, предполагающие там наличие полноценной инфраструктуры. Это рядом с городом, есть различные возможности с легкостью добраться до этих территорий. В Мурино, например, есть станция метро, как мы знаем. Есть вблизи КАТ, возможность добраться на автомобили. Есть железнодорожные возможности, там, платформы. В Кудрово это практически граница с городом, поэтому многие территории привлекли большой пласт покупателей. И, конечно, когда территории начинали развиваться, это и интересное предложение по цене. Кудрово сейчас, конечно, уже цена практически сравнялась с городским предложением. Мы понимаем, что разница практически, кроме формально, что это Ленинградская область, это и город, граничит с Невским районом. Там есть уже строящаяся социальная инфраструктура, есть уже созданы какие-то объекты торговые, есть рядом мега. Поэтому там уже цена соответствует уровню города практически. Но вообще преимущество по цене пригородных территорий, оно очевидно, есть очень доступные предложения. И можно отметить, что все-таки некий пласт покупателей по платежеспособности, возможности, у которых нет приобрести жилье сегодня в Санкт-Петербурге, рассматривает в том числе и пригородную часть города. Ну а выбор, безусловно, критерия не остаются. Это кто строит, застройщик, это тоже важно. Сегодня, потому что в пригороде строят разные компании, тут тоже важно не ошибиться, потому что периоды, мы понимаем, сложные иногда, опасения есть и по сроку сдачи, и по качеству строительства. Поэтому руководствуются покупатели, конечно же, и репутацией, и характеристиками проекта, с отделкой квартиры, без отделки. Но цена, она основовлагающая, конечно, и условия, которые предлагает застройщик. Есть ли там условия ипотечного кредитования, для многих это очень важно. Ипотека у нас тоже значительную долю составляет в сделках, в том числе и пригородных. Ну и основное, это, конечно же, предложение, линейка предложения. Есть ли что-то доступное, есть ли квартиры, небольшие квартиры, которые пользуются активным спросом. Но ваш все-таки профессиональный совет, на что обращать внимание покупателям, когда они выбирают жилье? Если речь идет о жилье массового спроса, ну, безусловно, анализ, если хочется приобрести и что-то доступное, да, и комфортное для проживания, то, конечно, надо совокупными факторами оперировать, да, посмотреть, куда это расстояние, готовы ли перемещаться, да, там, на машине будут. Или нужно все-таки метро, соответственно, рассмотреть, там, зону Мурина, Кудрово практически, там, пешком иногда можно представить, даже дойти до метро, ну, либо, там, маршрутки, транспорт, пожалуйста, весь есть. Если есть автомобили в семье, да, у каждого члена семьи, то можно и более удаленные рассмотреть, там, какие-то загородные малоэтажные комплексы. Безусловно, остается вопросом, у какой компании приобретается по юридическому вопросу, да, там, схема даже, то есть, если больше доверия, там, 214-му, то руководствоваться этим, конечно же, тоже. Ну, и темпами строительства, то есть, обязательно наблюдать, как застройщик сдавал предшествующие комплексы. Качество строительства тоже остается важным, потому что бюджет минимальный, нужно понимать, что самое дешевое, нужно проверять все-таки, что предлагает застройщик по такой цене. Потому что сегодня область очень разнородная по ценовому предложению, можно даже и до миллиона что-то присмотреть, ну, есть такие предложения, но вопрос, что это предлагается, да. Спасибо, Ольга. Напомню, у нас в гостях была руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева.